Ну вот, слава богу, лёд тронулся. И глазу приятно. Взяли старт. Впереди трудная полоса препятствий под общим названием «Ремонт Тира» училища Олимпийского резерва, который делят биатлонисты и легкоатлеты. Этапов будет несколько. Основной – укрепление одной из стен здания. Как оно? А ты хочешь помаленьку? Да и слава богу. Ну, хорошо, с него. Да, понятно, понятно. Да, вот, извините, там. Именно в этом зале заслуженный тренер страны Сергей Клевцов вместе с учениками проводит основные занятия. Систему подготовки выстраивал здесь годами. Главное – удалось совместить сразу два объекта – дорожку необходимой длины и тренажёры. Это позволяет выполнять элементы, которые в других условиях просто невозможны. Это помещение для Клевцова – основа, база и плацдарм. Этот объект там просто необходим. Он нам необходим в силу того, что другого такого объекта у нас нет. И взамен другого объекта у нас такого, не именно этого, нет. Вот, поэтому я сейчас и говорю, что, ну да, через термин к звёздам, да, там, пера, пера, дастра. Удалось в эту ситуацию как развернуться точно сюда наоборот. За всё время сооружения ни разу капитально не ремонтировали. В итоге прорвало крышу тазики, вёдра и тряпки. В таких условиях тренировался известный на весь мир барьерист Сергей Шубенков. Пока однажды не сказали – снести нельзя оставить. Сергей Клевцов сначала обратился в краевые спортуправления, а после к заместителю губернатора. Ситуация с манежем, с ремонтом находится на контроле у губернатора Алтайского края Виктора Петровича Томенко. Непосредственно занимается проблемой заместитель губернатора Виталий Владимирович Несарь. Будет направлено ориентировочно 5 миллионов средств. Ну, этого, я думаю, вполне достаточно будет. Ну, после детства стена аварийная, сам разбор дефектовка, то есть после дефектовка потолка, дефектовка гипсократно со стены, дефектовка резины с пола. Сейчас здесь идет черновая работа, затем мастера должны будут установить подпорки для вот этих балок, после уже займутся проблемной стеной и потолком. Ремонт проведут за счет спонсорских средств. Проект разработала компания «Алтайский центр строительной технической экспертизы», подрядчик фирмы «РСОО Плюс». Средства удалось найти, их выделит благотворитель, но он просил не афишировать свое имя. Именно сюда Шуменков планирует вернуться сразу же после ремонта, чтобы продолжить подготовку, возможно, главным стартом всей жизни – Олимпийским играм. Время пошло, финиш новый, 2019 год. Тогда обещают открыть уже отремонтированную базу для действующих и будущих чемпионов. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.